Всем привет! С вами канал HiEnglish! И сегодня у нас 16-е видео с грамматики английского языка. В предыдущем уроке мы начали знакомство с вами с Present Perfect. Настоящее перфектное время. Это время английского глагола, которое показывает результат действия и которое говорит о том, что действие произошло только что или недавно и не указывает конкретное время, когда произошло действие. Смотрите, мы с вами разобрали только утвердительные предложения. Affirmative sentences. Сегодня настал черед negative sentences, отрицательных предложений и questions, вопросов. Итак, здесь есть у нас примеры. I haven't visited China. I haven't сокращаем have not. Мы добавляем к вспомогательному глаголу have, который никогда не переводится, если он вспомогательный, частичку not. И not здесь сокращается. I haven't visited China. Не забываем, что здесь у нас так называемый past participle. Глагол — это глагол в третьей форме. Глагол в третьей форме. Что значит глагол в третьей форме? Это значит, что третья колонка неправильных глаголов или же добавление окончания id. Так как у нас глагол visit — это правильный глагол, мы просто добавляем окончание id. Есть некоторые правила добавления окончания id. Сейчас я про них не буду говорить. И вопросы. Вопросы как образуются с помощью инверсии. В основном в английском языке вопросы мы делаем с помощью инверсии. Что такое инверсия? Инверсия — это когда у нас есть subject, то есть субъект, тот, кто исполняет действия. И вспомогательный глагол. Например, I haven't visited. Мы эти два слова меняем местами. То есть, например, ты начал. Я могу сказать ты начал. Или мы начали. We have started. Когда вы делаете вопрос, вам нужно это we и это have поменять местами. То есть, вы скажете have we started. Have we started? Поговорим китай. Итак, начнем с negatives, с отрицательных negatives предложений. В отрицательных предложениях вы к вспомогательному глаголу have добавляете частичку not. То есть, полная форма звучит I have not. Сокращенная форма будет звучать I haven't. I haven't visited China before. Раньше я не был в Китае. То есть, я не... Visit – это навещать. Раньше я не навещал Китай. То есть, before означает раньше. Если вы не знаете этого слова, запишите в словарь. Visit – навещать. Делать визит. I haven't visited China before. Раньше я не был в Китае. То есть, сейчас это первый раз, когда я в Китае. This is the first time. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на определенный артикль the – the first time. Первое время. This is the first time. Это впервые. Впервые. The first time. Нужно со словами first, second употреблять артикль the. I have not found my car keys. Я не нашел мои ключи от машины. Смотрите, keys – это ключи. И если вы хотите сказать ключи от машины, вы не говорите keys from the car или keys from my car, вам нужно сказать просто car keys. То есть, в английском языке мы можем просто ставить два имя несуществительных вместе. То есть, я могу сказать, например, school – это школа. И evening – это вечер. Если я говорю одно предложение, одну фразу school evening, то это не означает школа и вечер. Это означает school evening – какой вечер? Школьный вечер. То есть, это слово school будет отвечать на вопрос какой. Какой вечер? School evening. А evening – у нас будет центральное слово. Evening. То есть, оно будет существительным. Итак, поехали дальше. Отрицательное предложение present perfect. Очень просто. Вы просто к вспомогательному глаголу have или has добавляете not. Когда у вас his, he, it, тогда вы ставите hasn't. His, he, it, hasn't. Давайте сделаем вот так. Вот здесь у вас будет hasn't. Hasn't сокращенно has not. Полная форма сокращенно hasn't. Hasn't, hasn't. He hasn't eaten. She hasn't eaten. It hasn't eaten. Are you, we, they? Везде будет haven't. Смотрите. I haven't started. You haven't started. We haven't started. They haven't started. Они не начали. I haven't eaten. Я не покушал. You haven't eaten. Ты не покушал. We haven't eaten. Мы не покушали. They haven't eaten. В принципе, здесь мы видим разбиение таблички на две колонки. То есть, в первой колонке речь идет о каких словах? Правильно. О правильных глаголах. То есть, правильные глаголы, они нуждаются в чем? Нуждаются в окончании иди. То есть, у нас еще раз форма перфектного времени это have или has. Давайте перепишу по-другому. То есть, какая форма? Have, has и глагол в третьей форме. Итак, если глагол правильный, у вас третья форма будет с окончанием иди. Правильный глагол. I haven't started. You haven't started. То есть, все очень просто. Если глагол неправильный, то у вас будет третья колонка неправильных глаголов. Eat, ate, eaten. И eaten это третья колонка неправильного глагола. Давайте поговорим о questions, о вопросах. Как образуются вопросы. Как я уже сказал, у нас в английском языке есть инверсия. Инверсия это когда два слова меняются местами. Например, you started your homework. You have started your homework. Если вы строите вопрос, have ставите в начале. Have и you меняются местами. Have you started your homework? Ты уже начал делать свою домашку? Have you ever, ever это когда-либо, когда-нибудь. Have you ever, когда-нибудь visited Cairo? Cairo это Каир, столица Египта. Вы когда-нибудь были в Египте, в Каире? Вот, вопросы. Have you started your homework? Yes, I've finished it. Да, я закончил ее. I've finished it. Yes, I've finished it. Have you ever visited Cairo? Вы когда-нибудь были в Каире? Yes, I have been. Глагол be, смотрите. Be, was, were, been. Три формы. У нас третий формат. Yes, I've been there twice. Twice это дважды. Дважды. Twice. Twice. Дважды. Twice. Один раз. Это once. Twice это дважды. Once. Twice это дважды. И очень редко говорят thrice, но очень редко. Нужно сказать three times, трижды, four times и так далее, и так далее, и так далее. Once, twice, но three times. So, I think everything is clear here. Если вы спрашиваете present perfect, вам нужно начинать ваш вопрос с вспомогательного глагола. Если у вас нет таких слов, как когда, зачем, да, у вас просто вспомогательный глагол. Have I started? Я начал. Have you started? Вы начали. Has he started or начал? Has she started? Она начала. Has it started? Оно началось. Have we started? Мы начали. Have they started? Они начали. Это started. Если у вас глагол неправильный, третья клонка. Have I eaten? Have you eaten? Has he eaten? Has she eaten? Has it eaten? Have we eaten? Have they eaten? То есть, о чем не нужно забывать. Не нужно забывать, что he, 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 нуждаются в вспомогательном глаголе. Has. Has. И здесь. Has. И здесь. А все остальное будет вспомогательный глагол have. Have. Мы ставим в начале. Иногда путают. Говорят have, а потом говорят started. Нет. После have мы должны использовать субъект. Subject. Subject. Have. И далее кто. Have I. Have you. Have we. Have they. Has he. Has she. Has it. Вспомогательный глагол. И потом кто. 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 Он, она, оно и так далее. Have I. Have we. Have they. Have you. Has he. Has she. Has it. Да. Нужен субъект. Я думаю понятно. Сейчас переходим к практической части нашего урока. Если вам нравится видео, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте там у вас колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я буду очень вам благодарен. Итак, сейчас практическая часть. Вы можете сделать скриншот первого упражнения или остановить видео и сделать это упражнение. Что нужно сделать? Read an X list of things to do. То есть, things to do, то, что нужно сделать, да, такое задание, что нужно купить, кому нужно позвонить, с кем нужно поговорить, что нужно не делать, там, и т.д. For his holiday. Holiday – это британская английская, более это означает каникулы или отпуск от слова holy – святой день на праздник. Holiday – write questions about it. И нужно задать вопросы по поводу этого списка дел. Use the words in brackets. Нужно использовать слова in brackets в скобках. In brackets. В скобке будет brackets. Вот у нас, сейчас я вам покажу сколько. Hotel, team, map, suitcase, timetable. Нужно использовать все эти слова. Итак, начинаем. Первое слово у нас book hotel. То есть, у нас есть ник, и ник себе внес в список дел задание забронировать отель. И мы спрашиваем, нам нужно здесь написать вопросы. Забронировал ли он, ник – это он, отель. Не забываем, что когда у вас he, she, it, что у вас будет? Правильно, молодцы. He, she, it, у вас будет has. He, she, it, has. Давайте больше чуть-чуть сделаем. Сделать по умолчанию. He, she, it, has. Да, he, she, it – вспомогательный глагол has. Но когда не he, she, it, а I, you, we, they – будет вспомогательный глагол have. Еще раз. Have и has никак не переводятся. Итак. Has he booked the hotel? Смотрите, интонация должна быть вверх, потому что это вопрос, который нуждается в ответе yes или в ответе no. Нет. Поэтому. Has he booked the hotel? Он забронировал отель. Тим. Смотрим, что с Тимом. Тим. Где у нас Тим? Мы ищем Тима. Здесь Тим. Invite. Тим. Нужно пригласить Тима. Кстати, если вы еще не сделали скриншот, не начали делать упражнения, сейчас можете делать скриншот, останавливать видео, делать скриншот и делать упражнения. или же остановить видео и сделать упражнение. Делайте это очень полезно. Это покажет, насколько вы усвоили эту тему или еще нужно изучать теорию. Так. Invite Team. Смотрим. Invite – это пригласить. Вы уже пригласили Тима. Он пригласил Тима. У нас есть крестик. Это значит, что Тима он не пригласил. Ну, это не так важно. Почему? Потому что сейчас мы задаем вопросы и во втором предложении мы будем отвечать на наши вопросы. Так. Начинаем. Пригласил ли он Тима? Так как у нас ник, то везде будет has. Потому что это он. Has he. Has he. И далее глагол. Has he invited. Глагол, конечно же, past participle. То есть третья форма глагола. Так как invite у нас глагол правильный, мы добавляем и D. Has he invited Tim? Has he invited Tim? Вот такая интонация. Has he invited Tim? Следующее. У нас что-то о какте. Map это как-то. Смотрим, где у нас как-то. Look at the map. Look это посмотреть. Предлог будет at. Look at. Look at. Look at. Посмотреть на какту. То есть он уже посмотрел на какту. Посмотреть, куда нужно идти. Куда нужно ехать. И у нас есть эта птичка. То есть он уже посмотрел. Ну, это не так важно. Еще раз повторяюсь. Сейчас мы строим вопросы. И задаем наш вопрос. Так. Has he looked. 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 К. У нас К. Он глухой звук. Поэтому Д у нас произносится как Т. Has he looked at the map? Has he looked at the map? Следующий, четвертый вопрос. Suitcase. Suitcase это у нас багаж. Pack my suitcase. Pack my suitcase. Он уже спаковал свой багаж. Чемодан. Has he packed? Это паковать. Правильно я делаю слово. Поэтому иди. Has he packed his suitcase? Suitcase. Напомню вам, что Present Perfect используется тогда, когда вы говорите о результате. То есть есть уже результат какого-то действия или нет результата. То есть то, что вы уже сделали и то, что актуально сейчас. Например, вы помыли посуду. Посуда помытая. Ура! Молодцы! Есть результат. Можно не мыть посуду, потому что она помытая. Она не дальше. Например, вы сделали упражнение. Упражнение сделано. Вы можете сказать I have done this exercise. Это означает, что упражнение уже сделано. Актуально сейчас есть результат. То есть Present Perfect и результат. Они идут неразлучные. Также Present Perfect делает акцент на том, что действие произошло недавно или только что. Has he packed the suitcase? Дальше. Timetable. Timetable это расписание. Check the timetable. Check означает проверить. Check. Check. Когда в машине горит check, это означает check. Проверь машину. Проверь. Проверь, например, двигатель. Что-то не так с двигателем. Поэтому светится этот check. Check это означает проверить. Итак, о нике. Has he checked? Проверять. Has he checked the timetable? The timetable. Расписание. Шестое предложение. У нас будет тоже вопрос. Guidebook. Guidebook. Запишите в ваше слово. Гаррики это слово. Guidebook. Это означает путеводитель. Guidebook. Где у нас guidebook? Смотрим, смотрим. Borrow a guidebook. Также запишите, пожалуйста, слово borrow. Borrow это одалживать. То есть, одалживать у кого-либо. У кого-либо. Borrow как брать. Да? Потому что есть другое слово, которое означает кому-то давать. А здесь borrow одалживать. Брать взаймы у кого-либо. Итак, мы спрашиваем. Has he borrowed? Это правильный глагол. Borrowed. Has he borrowed? Has he borrowed a guidebook? A guidebook. Has he borrowed a guidebook? Ставим знак вопроса. Has he borrowed a guidebook? Дальше. Седьмой вопрос. Ticket. Ticket это билет. Ticket. Ticket. Buy a ticket. У него в списке задание купить билет. Мы спрашиваем. Он уже купил билет? Есть купленный билет? Has he bought? Buy, bought, bought. Первоклассный бутерброд. Да, запомните. Buy, bought, bought. Три формы. Еще говорю. Выучите таблицу неправильных глаголов. Она реально вам нужна. Потратьте месяц, два, три. Даже можете полгода потратить. Но, пожалуйста, выучите ее. Забрите. Хорошо, чтобы разбираться, какой глагол будет правильный. А какой неправильный. Потому что определить по глаголу сложно. Если вы не знаете, он правильный глагол или нет. Он есть в таблице неправильных глаголов или его нет. Итак. Has he bought a ticket? Ставим знак вопроса. Has he bought a ticket? Дальше. Как я говорил, это множественное число. Ну, здесь это не так важно. Он уже... Choose my clothes. Выбрать шмотки. Выбрать одежду. Has he chose chosen? Has he chosen? My – это мой. Но я говорю his. Его. Has he chosen his clothes? Has he chosen his clothes? Он выбрал себе одежду, свою одежду. Итак. Второе упражнение. В этом упражнении нам просят... Нас просят. Read Nick's list. Прочитайте листника. Списокника. Вот он, список. Write statements and negative sentences. Нам нужно здесь написать как statements, утверждения, так и отрицательные предложения. Statements and negative sentences. Как мы узнаем? Отрицательные предложения или отрицательные. Утвердительные или отрицательные. Если у нас есть галочка, то есть он купил, например, book hotel. Book – это бронировать. Он забронировал отель. Это будет statement, потому что галочка здесь, птичка. Negative sentences – там, где крестик. Negative sentences. Итак, начнем. Смотрим. Первое. Hotel. Has he booked the hotel? Птичка. He has booked the hotel. Посмотрите, пожалуйста, на апостров S. Это означает, что has так сократилось. Полная форма. He, he has, сокращенная форма, he, he, апостров S, he's. То есть, здесь есть три варианта. Что значит три варианта? Какие варианты? Ну, точнее, два варианта. Смотрите, это апостров S здесь, конкретно в этом случае, может означать или has, сокращенный вариант has, или is. Has или is. Когда я говорю he has booked the hotel, апостров S означает has. Но когда я скажу такое предложение, например, he's married, married, он женат, he's married, здесь апостров S означает is. Видите? Как узнать? Нужно смотреть с контекста. Если здесь he, he's booked, глагол, booked the hotel, забронировал, то есть, мы говорим о результате, то здесь будет has. Но he is married, married – это какой? Ой, вы помните первые уроки наши, да, что мы разбирали, когда употребляется глагол быть. Быть употребляется с профессиями, с there is, there are конструкцией, а также употребляется с прилагательными, например, он интересный, он красивый, он богатый, он бедный, он женат, да, he is married, глагол be употребляем. Итак, давайте отвечать на вопросы наши. Tim, второе, has he invited Tim, он пригласил Тима? Нет. Мы скажем he hasn't, сокращенный вариант, можете говорить has not, тоже правильно, he hasn't invited Tim, он не пригласил Тима. Смотрите, здесь отрицательные, утвердительные предложения и вопросы везде вы будете использовать have и has, не так, как в past simple. Past simple вы, например, I saw Megan, я видел Megan, вы did не употребляете, но когда вы задаете вопрос, например, вы видели Megan, did you see Megan, вы did употребляете, или отрицание, I didn't see Megan, я не видел Megan, did здесь тоже употребляется. Но глагол этот see, он будет в форме инфинитива, не прошедшего, не past simple, не вторая колонка неправильных глаголов, а infinitive. Did you see, I didn't see. А здесь везде будет have, has и везде будет глагол в past participle. Не важно, это вопросительные, отрицательные предложения или утвердительные предложения. Следующее, третье предложение, map. У нас вопрос, has he looked at the map? Он посмотрел на карту. Look at the map. Look at, да, смотреть на. Has he looked at the map? И у нас положительный ответ, у нас это птичка. Мы скажем, как мы скажем, правильно. He has looked at the map. Точка. Где моя точка? Здесь точка моя, должна быть, вот она. Suitcase. Suitcase, чемодан. So, pack my suitcase. У нас крестик, то есть мы скажем, he hasn't packed his, не my, а his suitcase. Потому что мы о нем говорим. Он для себя написал, спаковать мой чемодан, но мы говорим о нем. He hasn't packed his suitcase. И ставим точку. Timetable. Timetable – это расписание. Расписание. Timetable. Check the timetable. У нас есть здесь галочка, то есть он проверил расписание. Скажем, he, 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 he has, past participle, глагол в третьей форме. He has checked his timetable. Timetable. То есть таблица с временами. Timetable. Guidebook. Guidebook – путеводитель. Что у нас с guidebookом? Borrow a guidebook. Borrow – одолжить. Да, да, он одолжил. He has borrowed. Две буквы R. Borrowed. He has borrowed. Borrowed. A guidebook. A guidebook. He has borrowed a guidebook. A guidebook. Итак, следующее. Ticket. Ticket – это билет. Buy a ticket. Крестик. То есть он не купил билет. He hasn't. He hasn't. Buy, bought, bought. Bough, U-G-H-T. Запомните, как пишется. B-O-U-G-H-T. Bough, U-G-H-T. He hasn't bought a ticket. He hasn't bought a ticket. Следующее. Clothes. Clothes – шмотки. Choose my clothes. Не выбрал он шмотки. He hasn't. Не определился, что брать. Что брать? He hasn't. He hasn't. Так. He hasn't. He hasn't. Chosen. Choose. Chosen. Chosen. His. Minor. His меняется. His. Clothes. Так. Все. Сделали это упражнение. И на сегодня последнее будет у нас упражнение. Третье упражнение. Complete this letter. Нужно закончить это письмо. Use the correct verb form of the verbs in brackets. Нужно использовать правильную форму глаголов в скобках. Так. Вот, например. Enjoy. Not do. Отрицание. Spend. Проводить. Learn. Изучать. Not try. Не пытаться. Не пробовать. You receive. Вы получаете. Итак. У нас письмо. Что нужно знать, когда вы пишете письма? Нужно знать, что есть формуле de politesse. Вежливые формы. То есть у вас будет уже два абсакса как минимум. Это dear mom and dad, запятая новый абсакс. И в конце вы пишете love, запятая ник. Обычно ник ставится под словом love. Где-то вот здесь. Ну, давайте начнем делать. Complete this letter. Сейчас вы можете остановить видео, сделать упражнение сами и потом проверить, насколько вы правильно сделали или нет. Dear mom and dad, we have enjoyed our holidays so far. То есть so far. So far – это индикатор present perfect. То есть пока что нам на данный момент нравится. Нравится, нравится. We have enjoyed. Нам понравился наш отпуск. We any sightseeing. Еще мы не делали что-либо. То есть еще нет результата. Еще нет того, о чем мы можем говорить. Мы не ходили на экскоксию. Go sightseeing. Кстати, запишите это слово. Это осматривать. Доступ, примечательности. Еще никаких достопримечательностей мы не обсматривали. We spend. Проводить. Три формы. Spend. 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 We have. Мы провели. We have spent a lot of time on the beach. Мы много времени провели на пляже. Beach, пляж. Luckily – запятая. It – не шел дождь. It – после it мы используем has. Так как у нас отрицательное предложение, мы можем написать или not, или сокращенный вариант. Hasn't. It hasn't rain – это глагол. Поэтому мы можем спокойно добавить ed. It hasn't rained. Tim learn – учить. Wind surfing. Wind surfing. В Тима есть хорошая новость. Он изучил wind surfing. Tim – это он, поэтому у нас будет has. Tim has learned – learned. Learned wind surfing. Wind surfing. I – я еще это не пробовал. I – это я. Have, has, has. Have, has. I haven't. I haven't. Потому что I. I haven't. Try. Смотрите, у нас слово заканчивается на y. Когда у вас слово заканчивается на y, какие-то приколы постоянно. Если перед y идет согласное, это согласное. Напомню вам, гласные какие-то. Я, ты и номера на машине a, e. Вот. I, y, o, u, i, u, a, e. Да? Это гласные. Если у вас согласное, при добавлении окончания ed у вас она меняется на i и добавляется ed. I haven't tried it. I think it's dangerous. Я думаю, это опасно. Дальше. Receive. Receive означает получать. Postcards означает открытки. Запишите эти два слова. Receive и postcards. Это вопрос. Будьте осторожны. Нужно задать вопрос. Мы спрашиваем, кого? You – тебя. Ты уже получил какие-то открытки? Have you received my other? Мои другие открытки. Other – это другое. Другие открытки. My other postcards. Love, Nick. Итак, все. На сегодня все. Можете еще раз пересмотреть видео. Если есть какие-то вопросы, можете задавать вопросы в комментариях. Постараюсь ответить. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока.